Добро пожаловать на лекцию о нашем трояне, который мы хотим запустить от имени пользователя, а потом проапгрейдить права поднять наши привилегии на уровень админа. На предыдущих лекциях мы это делали с помощью сервисов не Microsoft, то есть мы использовали баги в сервисах, которые сделали какие-то другие программисты и в частности использовали баг в файловой системе. Сегодня мы будем использовать баг в регистре. То, что в реестре они забыли сделать правильные настройки безопасности. Давайте посмотрим, как это работает. Мы устанавливаем наш сервис. Я его специально устанавливаю заново, чтобы обнулить все настройки, которые были предыдущие. Это настоящий сервис, это настоящий сервер, который стоит, кстати, 200 долларов. У них есть бесплатная версия, есть платная версия. Это настоящая программа. Просто их программисты сделали ошибки. Они сэкономили, взяли какого-то дешевого программиста и он сделал баги. Эта программа, что умеет делать? Она умеет брать библиотеку файлов MP4 и делать стриминг с вашего компьютера. То есть ваш компьютер становится стриминг-сервером и он стримит все, например, на телевизор. И у вас будет большой такой главный компьютер с большим жестким диском, на котором все фильмы, а телевизор оттуда берет стрим фильмов. Короче, вот этого программа, в ней есть баги. Только перед тем, как мы начнем их использовать, я хочу отключить антивирус. Как обходить антивирусы? У нас есть про это отдельные лекции. И это интересная очень тема и очень много про это лекции, но не сейчас. Он мне там предложил включить антивирус, но я не хочу. Я хочу, чтобы антивирус был выключен. Прекрасно. Так, что мы делаем? Мы сделали троян экзешник, обычный файл, который запускается дабл-клик, и еще сделали троян как экзешник, только сервис, который запускается автоматом с стартом компьютера. Это такой особый экзешник. И мы запустили веб-сервер и перекинули все через 8000-й порт на нашу жертву. Мы на этой лекции посмотрим, как обойти систему безопасности и поднять права с помощью реестра и графического и командной строки. У нас будет и то, и то. Сначала мы начнем с графического интерфейса, а потом с командной строки. Все сделаем с нуля, чтобы вы видели, как это по-настоящему делается. Сейчас я просто перекинул наш троян на нашу жертву. Подумайте, что я ему послал линк, зазипованный или там в Google Drive положил линк и он его скачал. Короче, наша жертва берет и делает дабл-клик и запускает троян. Только нам нужно сделать listener, который будет поджидать подключения наших жертв. Вот мы делаем обычный listener, reverse HTTPS, 64-битный. Единственное, что я хочу здесь добавить минус Z, чтобы он не подсоединялся к каждому connection. То есть будет connection сделан, подсоединение, чтобы он не подсоединялся к нему, пока я сам это не захочу сделать, а то он подсоединяется к каждому новому connection. Короче, у нас сейчас есть job, который ожидает подключения от наших жертв и в session у нас еще нет ни одной жертвы. Мы делаем дабл-клик в десятке и нам антивирус дает предупреждение. Вот эта вот защита, это даже не антивирус, это защита от всех скачанных файлов. Если я уберу здесь в свойствах эту галочку, то эта защита перестанет работать. Unblock. Вот эта вот галочка говорит, что файл скачен с интернета и надо предупредить пользователя. Вот. В конце концов, мы сделали дабл-клик, у нас открылась сессия, у нас есть первая наша жертва, первая наша сессия. Мы делаем внутри этой сессии, мы в нее заходим и делаем Get UID. Смотрим, что мы пользователи Alex, но у нас маленькие низкие привилегии. То есть, несмотря на то, что Alex-администратор, он запустил наш Троян без прав администратора. И мы хотим себя проапгрейдить на админа и для этого использовать сервис, который не связан с Microsoft, в котором есть уязвимость, потому что их программисты сделали ошибку. Только в этот раз мы будем использовать этот же сервис. Вот видите, он здесь по-настоящему установлен. Мы будем его использовать не через баг в файловой системе, а через баг в реестре. Мы видим, что он автоматом стартует с правами local system account. То есть, local system это самые высокие права доступа. Так, что нам надо сделать? Нам надо сейчас зайти в реестр, в registry и сделать баг. Почему мы должны сами сделать этот баг? Потому что их программисты не сделали этот баг, а мы хотим как бы сымитировать ошибку программиста. Короче, мы заходим в реестр и идем в тот ключик, в ту папку, в которой находятся все сервисы, все службы, которые автоматом запускаются во время запуска Windows. И вот в этой папке находятся все службы, все сервисы и наш сервис тоже здесь. И image path это как раз путь, что запускать. Отсюда Windows знает после рестарта, что ему запустить. И мы можем увидеть, что это то же самое, что мы видим на графическом интерфейсе. То есть, графический интерфейс Windows берет из реестра всю информацию. А если у нас есть права доступа изменить регистры, то есть, этот реестр мы можем изменить, то мы сможем изменить все сервисы. Предположим, их программисты дали full control всем пользователям на этот registry. Предположим, они это сделали. По правде говоря, они не сделали эту ошибку. Это мы делаем ее сами. Мы сами поставили эту галочку. И теперь, когда есть эта галочка, любой пользователь сможет зайти в эту папку в registry и подставить свой файл вместо того оригинального, который должен запускаться. Давайте посмотрим, как это все происходит. Мы заходим, берем наш экзешник и меняем image path. Видите, мы поменяли в registry этот image path. Мы видим, кстати, что здесь написано запускаться с local system. И видим, что наш графический интерфейс services берет информацию с того же самого места. Вот видите, здесь и тоже поменялось. То есть все в конце берется из registry. И теперь все, что осталось сделать злоумышленнику, это перезагрузить компьютер. Когда компьютер перезагрузится, он автоматом запустит то, что у него написано в registry. А что у него написано в registry, запустить наш троян. Мы просто ожидаем, чтобы компьютер перезагрузился. Очень все просто. Зайти в регистр, в registry и поменять путь к экзешнику сервиса. С условием, что у нас есть такие права. Это все мы делаем через графический интерфейс. Но я хочу вам показать, как это сделать через cmd, через командную строку, чтобы вы умели все это делать по-настоящему. Потому что в реальной жизни у вас же не будет подхода к тому графическому интерфейсу. Так, мы видим, что у нас в сэшенах есть два сэшена. Вот наш новый сэшен после перезагрузки. Он открылся. Это уже вот этот троян, который стартовал автоматом. И мы делаем getUid. Видим, что мы действительно system. То есть мы сам Windows. Мы самый сильный пользователь. Потрясающе. У нас все получилось. У нас есть две сессии. Компьютер пользователя даже не залогинился. Потому что все сервисы стартовали еще до логина. Все у нас получилось. Все потрясающе. Теперь я хочу все начать с нуля. Сначала все обнулить. Выключить антивирус. Переустановить сервис. Все обнулить, чтобы показать вам то же самое, только через командную строку. Я переустанавливаю эту программу, чтобы он все установил заново и все обнулил. После того, как я переустановил, мне надо пересоздать баг, то есть создать вручную эту ошибку. Потому что их программисты в этот раз не сделали ошибку такого типа. Они сделали две других ошибок, но эту конкретную дырку они не сделали. Мы в permissions, в правах доступа на этот сервис даем всем пользователям full control и мы подготовили нашу жертву. То есть наша уязвимость, вот этот вот permission на full control в registry готов. Все, наша жертва готова и просто наша жертва установила программу, не подозревая, что их программисты сделали какую-то ошибку. И наша жертва делает дабл клик на троянский, на наш троянский конь, на нашу уязвимость. Единственное, что я делаю exit-y, чтобы начать все сессии сначала, чтобы он нумерацию сессии начал с единички. Если бы я не вышел бы, то он сделал бы сессию номер 3, сессию номер 4. Я хочу все сделать с нуля и убедиться, что все обнулено. Опа, я вижу здесь сессия номер 1 открылась еще раз, хоть я ее не открывал. Почему? Потому что там наверняка этот сервис еще бежит за кулисами. Мы же до этого сделали все через графический интерфейс и сервис, и наш троян работает как сервис.